Лория Владимировна! Дайте подышать! Программа «Розыгрыш», да? Добрый день, друзья! Не добрый день, не другие! Сейчас буду записывать интервью с Оликой Прокофьевой и спрошу у нее перед беседой, за что она попала на сайт «Миротворец». Расскажите, пожалуйста, как вам так повезло, что вы попали на знаменитый сайт «Миротворец». За какие заслуги? За заслуги то, что я совершенно не задумываюсь о каких-то таких санкциях. Гастролировала в Крыму, когда уже был создан этот сайт. Наши афиши везде висели. И нас отслеживали по нашим афишам. Значит, посещаем мы Крыму или нет, даже не спрашивая. И видно, кто-то этим занимался, и в виде нашей афиши, что мы гастролируем, радуем людей нашим творчеством, как вы говорите, в Крыму. Вот мы так автоматически попали, наверное, на этот сайт. То есть это никак не связано с культовым сериалом «Моя прекрасная няня», который, по мнению сведомых кинокритиков, унизил украинцев, потому что Заворотнюк играет там, ну как бы, обслугу вашу, условно говоря. Ну, не знаю, это, наверное, какого-то очень глупого человека одно, может быть, где-то было мнение, потому что она яркая, фонтанирующая, остроумная, красивая. Это бы любая страна радовалась, если бы увидела такую свою героиню. Потом ее мечта сбылась. Она любит и детей, не своих, но их обожает всех, кого она там воспитывает. Вышла удачно замуж за человека, который ее полюбил. Она состоялась как женщина. Господи, гордиться такой женщиной надо, а не писать глупости. Спасибо. Пожалуйста. А что вы тоже? Я тоже буду показывать. Давайте мы с вами объединимся в Союз и пошлинем ее из дома. Вы думаете, у нас это получится? При моей так красоте и вашем коварсе это раз плюнут. Ой, извините. А, подождите, а как же 500 тысяч долларов, которые она дает на мюзикл? 500 тысяч долларов? Да это два раза плюнут. Ой, два раза извините. У вас есть план? У меня есть. Слабите.